штукатурка по маякам предполагают под собой установку маяков таких и как это делаю я в первую очередь я прибегаю к лучшему вот напарник это вопрос как я работаю один я работаю не совсем я работаю с напарником них много этого инструмент я кладу таких напарников они помогают мне делать я пробиваю всю плоскость стены нахожу наиболее выступающие части и ориентирую лазерный луч по этой выступающей части системы также для штукатурки я использую штукатурные маяки и так нашли самые выступающие точки на стене обычно две точки да с одной и другой стороны отступили толщину маяка 3 миллиметра и еще какое-то расстояние я обычно беру 3 сантиметра плюсом то есть 36 миллиметров а эти 3 сантиметра не принципиально они поэтому любое расстояние это то расстояние которое мы отметим на правиле то есть когда я использую правил для установки так вот в начале я сплошь 2 лазерный уровень проецируем линию на стену там где будет установлен маяк по ней очень удобно наносить ляпки для маяка чтобы он стал ровно и все все попали как нужно также если нет старого лазерного уровня можно использовать просто правилом по правилу начертить карандашом на стене эту линию и тоже все получится из гипсовой смеси наношу вот такие ляпушки и заранее отрезанный маяк устанавливать на эти ляпки после чего беру правила уже с отмеченными рисками и совмещаете риски с лучом лазерного уровня таким образом маяк становится по уровню так как мне надо после чего аккуратно не смещая маяк снимая излишки смеси тут надо быть внимательнее очень аккуратно убирая излишки и еще раз правилом проверяю все ли у меня хорошо не что ли не ушло ли у меня что куда что-то куда-то после этого маяк готов можно приступать к следующему маяку да еще я уточню что данную стену я формирую просто по уровню и в плоскости поэтому примеряю только одну стену при установке маяков в данном помещении не стоит задача формирования прямого угла между стенами а когда такая задача стоит это часто тоже с этим я сталкиваюсь это необходимо там где установить мебель вот в торцы в углы на кухне да и в спальных часто помещениях тоже используется там необходимо промерять все стены сразу то есть прежде чем установить маяки промеряются все стены ставятся в плоскость планируется потом соотношение стен между собой и уже формируется относительно друг другу возможно где-то какие-то углы оттягиваются после установки маяков необходимо выжать какое-то время для полного затвердевания штукатурной смеси тогда когда маяки будут стоять уже крепко жестко все схватится можно наслаждаться процессом штукатурки как это делаю я я покажу в следующем видео а вы пока подписывайтесь ставьте лайки свои комментарии если таковые имеются и до новых встреч на моем канале ведь из меня еще очень много всего интересного приятного аппетита